Здравствуйте! В эфире Алтай-Апта, где я, Карина Мурадова, знакомлю вас с главными событиями этой недели. Семинар по ономастике прошел в районе Алтай. Квалифицированные специалисты, ученые в области истории и филологии собрались здесь, чтобы обсудить вопрос смены идеологически устаревших названий, которых, по словам экспертов, все еще слишком много. Место проведения семинара на тему аномастики было выбрано не просто так. Ведь именно этот район не так давно был переименован из Зыряновского в Алтай. Новость об этом в свое время взбудоражила не только местное население, но и весь Восточный Казахстан. В этом нет ничего удивительного. Люди издавна дорожили исторически сложившимися именами, несущими в себе особую историю и древнюю силу. Разумеется, аномастика связана не только с историей, но и с лингвистическими исследованиями. Тщательно изучается не только происхождение того или иного имени, но и его дальнейшие изменения, преобразования, заимствования и многие другие характеристики. В ходе семинара речь шла преимущественно о так называемых топонимах – названиях мест, городов и населенных пунктов. При смене топонимов зачастую внимание уделяется лишь орфографии или географическим особенностям. Однако на самом деле одна из важнейших причин смены каких-либо названий заключается в связанных с ними историческими событиями. То есть название не может быть изменено просто так, по чьей-то прехоти в любой момент. Оно всё-таки имеет некую историческую преемственность. Было бы хорошо вернуться к некоторым нашим исторически обусловленным казахским наименованиям. Как отмечают эксперты, больший объём всех названий, принятых в мире на данный момент, взят из турецких, монгольских и славянских словарей. А для того, чтобы вернуть казахские исторические имена на их законное место, потребуется немало времени и усилий. Ведь даже если будут собраны все необходимые документы, новое предложенное название должно будет пройти через специалистов комиссии по аномастике, а затем попасть на обсуждение к депутатам. На сегодняшний день мы активно ведём работу по переименованию улиц района. Сначала решение рассматривается на уровне непосредственно района или города. Затем обсуждение доходит до Совета депутатов, после – на область. В области действует уже своя комиссия по вопросам аномастики. И только при положительном решении всех этих инстанций предложение дойдёт до республики. Процесс сложный и долгий. Специалисты говорят, что для осуществления полного процесса переименования всех устаревших названий в стране потребуется от 20 до 30 лет. Сегодня в Уланском районе проживают представители более 10 различных этносов. Все они дружно сосуществуют под одним мирным небом и трудятся во благо своей родины. А для того, чтобы люди не забывали, как важно быть сплочёнными, 1 мая, в День единства народа Казахстана, во всей стране ежегодно проводится череда праздничных мероприятий. Так, в Уланском районе по традиции организовали большой праздник. Подробности смотрите в сюжете. На праздничном мероприятии в Уланском районе по традиции собрались сотни гостей. Мелькают разноцветные костюмы, слышится запах самых разнообразных угощений, далеко разносятся голоса, исполняющие песни на разных языках мира. Это местные жители отмечают замечательный праздник Единства – 1 мая. Торжество традиционно отмечают в парках и на открытых площадях, чтобы как можно больше людей увидели празднество и могли присоединиться к нему. Сегодняшнее мероприятие проходит прекрасно. Все представители наших национальностей, каждый показал свой достафан, накрыли стол, кухню свою. Далее у нас идет программа, ярмарка будет, в общем, культурное взаимообогащение. Такие мероприятия очень важны в связи с тем, что в своей повседневной жизни мы забываем, наверное, о таких вещах иногда. Такие мероприятия нам всегда напоминают о единстве народа, что очень-очень важно быть едиными. В сплоченности всегда будет мир и процветание. Обязательные гости праздника Единства – представители различных этнокультурных объединений. Они накрывают стол с традиционными блюдами, проводят ярмарки с уникальными товарами и предлагают сыграть в национальные игры. Таким образом, каждый желающий может узнать об истории различных этносов, познакомиться с их бытом и традициями. Я чеченец по национальности. Проживаю в Уланском районе более 25 лет. Работаем дружно, трудимся, общаемся, обменяемся культурами со всеми народами. В частности, казахский народ стал близким, братским народом. Очень отрадно, например, для других государств. В целом, во всем Казахстане все этносы, все конфессы живут дружно в мире. Я хочу с сегодняшним большим праздником поздравить всех казахстанцев. Всем пожелаю добра, здоровья, мирного неба. С праздником! Доброжелательность и широкие улыбки, с которыми гостей встречают на торжестве. Вкусные лакомства и напитки, которыми могут угощаться все желающие. Веселые песни и танцы – все это делает мероприятие одним из самых ярких и любимых праздников для всех казахстанцев. Мы очень рады, что у нас в Казахстане празднуется такой замечательный праздник. Здесь, на этом празднике, мы все народы, которые проживают этносы на этой земле, мы чувствуем, что мы равноправные граждане, мы очень дружны. Мы вот все вместе собрались, русские, казахи, украинцы, татарцы, узбеки. И это наш всеобщий праздник. Я желаю всем крепкого здоровья, долголетия, процветания. Сегодня народ Казахстана можно сравнить с ярким лоскутным одеялом, сотканным из множества кусочков. Все они разные, со своим особым характером и историей, но отлично сочетаются в едином полотне, дополняя и поддерживая друг друга так, что представить их по отдельности уже просто невозможно. Месяц май у нас богат на праздники. Первого числа мы уже отметили День единства народа Казахстана. Впереди у нас еще одна важная дата – 7 мая, День защитника Отечества. В преддверии этого праздника в нашей студии гость Максат Мусагалиев, капитан, представитель воинской части 27-943. Здравствуйте. Здравствуйте. Первым делом расскажите нам о том, как в этом году у нас проходит весенний призыв. Весенний призыв у нас в части нашей 27-943 прошел в 8 городах, это направление, это в городе Астана, Алматы, Шымкент, Казларда, Алматинская область, город Хунаев, Уральский, Атрау и самом городе Ускаминогорск. Мы набрали около 300 военнослужащих, это призывников, то есть на данный момент проблем серьезных нет с набором. Также у нас то, что наш министр обороны подписал меморандум с вузами о поступлении после окончания срочной службы без сдачи ЕНТ, это тоже сыграло большую роль, то, что уже молодые парни идут с определенной целью и с определенной мечтой поступления в какой-либо университет. То есть это тоже способствует нам и помогает в наборе срочников. Вы уже затронули такой момент, что после окончания службы ребята могут без сдачи ЕНТ поступить в высшее учебное заведение. И давайте еще подробнее поговорим о льготах, которые военнослужащие получают от государства. Раз о срочниках, да, о призывниках наших молодежи. То есть 25 октября 2022 года министр обороны подписал соглашение с ведущими организациями высшего и после вузового образования, то есть о сотрудничестве в серии военно-патриотического воспитания молодежи. То есть здесь нам предоставлено более 40 вузов, которые подписали соглашение о предоставлении гранта. Ну, вузового гранта это, то есть грант без дачи стипендий, то есть обучаемым. То есть за счет вуза будут обучаться, потом, как сказать, и эта льгота действует, например, после окончания срочной службы, то в течение двух лет данные, то есть его данные сохраняются. И это все у нас как сохраняется в электронной базе, то есть чтобы без никакой коррупции, без лишних дел, это все сделали централизованно. Это у нас на сайте срочники 2.0 данная программа, и туда ежемесячно за каждого солдата, за каждого военнослужащего, то срочника наши заполняются оценочные ведомости. О льготах военнослужащим, то есть нам, офицерам и сержантам, это у нас, в первую очередь, это, думаю, немаловажно, просто обеспечение жильем, да, не во всех сферах или работах предоставляется жилье или обеспечить. В нашем данном вопросе у нас также продуман и подписан законопроект, у нас есть предоставление квартиры или же предоставление жилищных выплат для съемок квартиры. Также у нас возможность дается в сборе денежных средств на счет, туда ежемесячно выплачиваются денежные средства. В Усковногорском у нас 42 354 тенге, положено на каждого члена семьи. Также у нас есть, как сказать, вот эти, с любым банком, например, второго уровня, да, можно подписать как-то, под гипотеку взять квартиру и подписать договор, и также будет это оплачиваться. Также у нас предоставляются квартиры, это у нас в военном городке, а если вы проживаете также в военном городке, в городе Усковногорск, у нас данная наша часть, то есть 50% от положенных, от 42 тысяч, будут поступать вам на депозит ежемесячно. То есть это хорошая возможность для сбора средств и в последующем покупки квартиры. Также у нас для военнослужащих предосмотрена льгота, это в дошкольных учебных учреждениях, это как садики, ясные садики, да, там у нас, то есть очередь не общая, со всеми вместе, а у нас отдельная очередь, то есть среди военнослужащих только очередь практикуется, и как-то по месту прописки более как-то, в связи с тем, что у нас, ну, не частые переводы, например, с гарнизонов, гарнизон, например, с Усковногорск, можно, семей перевести, или семей к нам могут перевести, в данный момент вот это помогает, так как у многих есть семьи, у всех есть дети. То есть у нас, как я понимаю, это повышает престиж, да, в принципе, службы. Думаю, это очень хорошо, и давайте, наверное, небольшое, коротенькое поздравление к 7 мая. Хотел бы от лица части, войсковой части 27943, от себя лично поздравить всех военнослужащих с наступающим праздником, пожелать всем здоровья, счастья, успехов, чистого неба над головой, процветания и мир. Ну, все самое важное. Вам спасибо, что были с нами. А мы продолжаем. В Тарбогатайском районе прошел открытый турнир по вольной борьбе среди юношей. В областном соревновании приняли участие спортсмены Тарбогатай, а также Житысуска, Алматинской и Абайской областей. Спортсмены боролись в 10 весовых категориях. Подробнее о турнире расскажет моя коллега Тамирис Кабаева. Открытый турнир был организован в честь уроженца Тарбогатайского района ветерана труда Кабдыгали Ахметулы. На сцене выступили лучшие коллективы региона с концертной программой, сопровождающие мероприятия красочными концертными номерами и задающие тон болельщикам соревнований, которые искренне сопереживали своим фаворитам. «Сегодня проходят крупные соревнования по вольной борьбе в память о нашем погибшем отце. Талантливые спортсмены с разных регионов и областей страны съехались в село Акжар. Мы решили организовать соревнования, чтобы дать шанс юным борцам проявить себя». Кабдыгали Ахметулы воспитал девять детей. С трепетом и слезами на глазах они вспоминают отца. Волнуются и юные спортсмены. За спинами многих в этой схватке – багаж побед на республиканских соревнованиях. И вот настал черед ребят проявить себя вновь. Смелые и энергичные парни вступают в состязание за звание лучших. «Все спортсмены отлично подготовлены. И я всегда поддерживаю здоровую конкуренцию. Желаю всем участникам удачи и призовых мест». В судействе соревнований приняли участие более десяти судей, которые внимательно следили за каждым движением борцов, оценивая технику и ловкость ребят. Всего в Восточном Казахстане пять судей международного класса, и один из них – Айдос Клиубекулы. По его словам, эти соревнования – бесценный опыт для спортсменов и возможность проверить себя. «Мы собрались на турнире в память о Кабдегале Ахметулы. Данный турнир несет в себе большой воспитательный смысл. Призеры и финалисты, а также талантливые спортсмены, проявившие себя в этой схватке, откроют себе дорогу к крупным республиканским и международным турнирам. Здесь принимают участие около 180 спортсменов нашей области. Но также в село Акжар прибыли спортсмены из Абайской, Ажитосусской, Алматинской областей». Судьи с уверенностью утверждают, что такие соревнования лучше организовывать в отдаленных от города населенных пунктах. Поскольку множество талантливых ребят, проживающих в сельской местности, получают возможность заявить о себе и начать спортивную карьеру. В Казахстане активно оказывается поддержка неравнодушным гражданам, которые помогают организовать открытые областные турниры в разных видах спорта в отдаленных районах. «Данное соревнование очень значимо для нашего региона. В каждом селе есть юные дарования, готовые показать свою силу и мощь, и для меня счастье лицезреть это. Дети открываются, их таланты и упорство проявляются с каждым днём сильнее и сильнее». Всего в соревновании приняли участие 245 юношей в 10 весовых категориях. Финалистам были вручены денежные призы и грамоты. Публика была в восторге от зрелищного турнира и выступления юных спортсменов. А улыбки на лицах победителей были торжествующими и искренними. «Сегодня мне удалось выиграть турнир. Разумеется, было непросто. В ходе борьбы я, поручившись наставлениями своих тренеров и применив полную силу и упорство, одержал победу. Я счастлив и теперь мечтаю прославить свою страну на мировой арене». Юные борцы, тренера и семьи спортсменов со всего Казахстана отмечают, что в Восточно-Казахстанской области стремительно развивается вольная борьба и всё чаще проводятся такие соревнования. А участники выразили искреннюю благодарность организаторам мероприятия. Большой праздник – 20-летний юбилей международного хореографического конкурса «Радуга талантов» отметили в областном центре. Юные артисты со всего региона встретились на большой сцене в Усть-Каменогорске, чтобы продемонстрировать свои навыки и безграничную любовь к танцам. Дети в разноцветных костюмах, в ярком гриме, широкими улыбками на лицах и бешеной энергетикой. Глядя на это, можно с уверенностью сказать, что название «Радуга талантов» конкурс получил не просто так. Это в самом деле больше, чем просто хореографическое состязание. Это всплеск красок и эмоций, богатство разнообразия направлений и стилей, полная отдача от выступающих и мощная поддержка зрителей. Хотелось бы отметить, что с каждым годом у нас становится всё больше и больше участников. Этот конкурс мы уже проводим и онлайн, и оффлайн. И поэтому участники у нас со всех регионов. У нас несколько номинаций. Мы сначала, самые маленькие, участвуем с трёх до пяти. Это детский танец из шести до восьми. Потом у нас есть номинация классический танец, есть номинация народно-сценический танец, эстрадный танец и современный. Мы развиваем хореографическое искусство, привлекаем больше участников, знакомим руководителей друг с другом, организуем семинары. У нас проводятся семинары для руководителей, делимся опытом. Как отмечают специалисты, участие в таких конкурсах позволяет детям раскрыть свои таланты на 100%. После таких соревнований юным танцорам становится ясно, какие направления им нравятся больше остальных. Очень много конкурсантов. Конкурс даёт о себе знать, даёт плоды. Дети занимаются, поднимают культуру, также традиции национальные, наши казахские традиции, также танцы народов мира. Я очень рад, что родители, педагоги, хореографы отдают своих детей на такой вот большой-большой бергет. Этот конкурс, он даёт много им в будущем, для их развития. Здесь выявляются таланты, и после этих талантов дети уже знают в будущем свою профессию, цель, куда направляться, куда дальше идти. Вот и то, что дети чем-то занимаются, заняты постоянно. Не секрет, что у каждого человека должно быть дело от одних только разговоров, о котором горят глаза. Ещё лучше, когда увлечение это в будущем становится профессией. В таких случаях отчётливо видно, что перед тобой настоящий новатор и вдохновитель, за которым с воодушевлением пойдут юные таланты. Только сейчас выступили, ждём награждения, надеемся, что мы возьмём какое-нибудь место. Танцоров, артистов, с Днём танца, мне кажется, это самая красивая профессия. Желаю всем удачи, успехов, хороших выступлений, побольше конкурсов. Немалую роль в становлении юных танцоров в своё время сыграли их родители. Именно они однажды прислушались к своему ребёнку, поверили в него и позволили ему заниматься тем, к чему лежала детская душа. Сейчас мамы и папы с гордостью смотрят на своих восходящих звёздочек из зрительского зала. Мне очень радостно видеть наших детей на большой сцене. То, как они выступают, как улучшаются их навыки, как они добиваются высот – всё это очень дорого мне. Но самое ценное – их улыбки после выступления или после очередной победы. Я очень благодарна нашему преподавателю-хореографу. Такие люди, по-настоящему любящие свою профессию, вдохновляют ребят полностью посвящать себя танцам. Мероприятие, длившееся два дня, принесло участникам и зрителям массу положительных эмоций. Организаторы, в свою очередь, отметили, что подобные соревнования обязательно будут проводиться в областном центре и дальше. Это были все новости. До встречи в следующем выпуске Алтайопта. Алтайопта